Проехать через этот переезд на портовом проезде в Мурманске редко кому удается. Специалисты регионального Минтранса подсчитали. Ночью для проезда автомобилей остается в общей сложности 24 минуты, днем меньше трех часов. В остальное время по этому участку курсируют железнодорожные составы 120 и больше ежесуточно. Альтернатива у автолюбителей есть. Заезд через перекресток в районе средней мореходки. Но движение там затруднено даже в межпиковое время. А утром и вечером машины на всех прилегающих улицах просто стоят. Причиной формирования в пиковое время автомобильных пробок является недостаточная пропускная способность транспортного узла Академика Гнеповича Тралова Подгорная. И мы считаем, что возможна частичная оптимизация за счет изменения фаз светофорного регулирования на данных перекрестках. Также обсуждался вопрос о возможности пропуска экстренных служб в ручном режиме. Однако такие варианты решения проблемы главу региона не устроили. Я просил вместе с РЖД, с торговым портом, вас, здесь уровня администрации города, при всем моем уважении, недостаточно. Выстроить другую логистику в часы пик утром-вечером, определить это время, другую логистику поставки, другую логистику перекрытия. Конкретно разрабатывался вопрос возможности проезда в течение трех часов, это утренний час пика, обеденный и вечерний. Готовы были на следующий день остановить поезда, но мы понимаем, что останавливать поезда не нужно. Не поезда нужно останавливать, а постараться гибко к этой истории подойти. Проблему с железнодорожным переездом, который создает трудности в движении не только мурманчанам, но и тем, кто проезжает через город, продолжит обсуждать. Об очередных вариантах, как можно оперативно разгрузить проблемные участки, министр транспорта должен отчитаться перед губернатором, как было заявлено на оперативном совещании в эту среду. Анастасия Степанова, Борис Савельев, ТВ21+.